В эфире информационная программа «Панорама Севера» в студии Лариса Истомина. Здравствуйте! В Архангельске продолжается ремонт дорог. На этих выходных работы по укладке асфальта прошли в округе Варамино-Фактория. Работы по ямочному ремонту на улице Селикачиков выполняет предприятие «Архкомхоз». Устраняет несовершенство дорожного полотна, асфальтобетонная смесь. А вместо привычной тяжелой техники – более легкий и удобный каток ручного управления. Участок на улице Селикачиков теперь преображен. Для жителей округа он особо важен, ведь здесь конечная остановка нескольких маршрутов общественного транспорта. Отсюда и нагрузка на дорогу немалая. Вот нормально сделали, но теперь будет нормально. В этом году на ремонт дорог Архангельска в городском бюджете выделено более 110 миллионов рублей. Но чтобы привести в порядок все дороги, нужно не менее трех миллиардов. Артемий Заварзин, Сергей Минин, Панорама Севера. Котловские погорельцы. Уже месяц многодетная семья Хамьянова живет в бане. Во время пожара сгорели не только документы и машина, но и двухэтажный добротный дом. Как перенесла трагедию котловская семья, а главное, в какой помощи нуждаются люди, узнавала Алла Сушкова. В ту ночь в доме находилась лишь Мария и ее годовалый сынишка Коля. Старшие дочки, семи и трех лет, гостили у бабушки. Муж ушел по делам. Проснулась я, что-то гремит, думаю, гром на улице гремит. Потом копот свет везде вырубился. У меня часы как раз в комнате светились. Пошла посмотреть, что там случилось. Заглядываю в гараж, там уже вся дверь. В котельной все в огне. Я побежала скорее за ребенком. Вниз его спустила, одела внизу в темноте. Вот выбежали с ним на улицу, стали пожарную звонить. Самая дорогая потеря для Хамьяновых – это, конечно, их жилище. Муж Марии сам строил его больше пяти лет. Любую свободную копейку семья вкладывала в добротный ремонт, покупку мебели и техники. Застраховать дом не успели, так как документы на него еще оформлялись. Кроме того, на строительство Хамьяновы брали кредит, который нужно платить еще два года. Также в обустройство семейного гнездышка был вложен материнский капитал. Вместе с домом сгорела и недавно приобретенная машина. Машина в кредит была взята. Еще кредит до конца года платить. Как раз ее в этот день муж загнал в гараж, там колесо что-то у нее поменять хотел. Но она без колеса, я ее не смогла выкатить просто. Я бы так, может, выкатила бы она, была бы хотя бы на колесах. Сейчас многодетная семья живет в бане. И хотя строение больше похоже на небольшой домик поджилое, оно никогда не использовалось. Предбанник главе семейства экстренно пришлось переоборудовать в кухню. Из мебели в детской только самодельная двуспальная кровать и стол. Игрушки погорельцам подарили неравнодушные люди. Летом-то можно в нем жить, как и летний домик больше, потому что там печка внутри, ее сильно отопить там нельзя. А пока газа нет, там жить-то тяжело. Зимой не знаю, как будем жить тут. Несмотря на потерю дома, Мария не отчаивается. Говорит, главное, что все остались живы. Кстати, если бы годовалый Коля первым не проснулся в ту роковую ночь и не разбудил маму своим криком, неизвестно, чем могла закончиться эта трагедия. Хамьяновы намерены восстановить сгоревший дом, но произойдет это явно не скоро, ведь стройка дело затратное, а работает в этой семье только муж. Да и в связи с утратой всех вещей расходы сильно возросли. Если вы готовы помочь погорельцам деньгами или стройматериалами, именно в этом они нуждаются больше всего, звоните по телефону, номера которых сейчас на экране. Признательность. Так называется специальный диплом, который вручается многодетным семьям региона. Он был учрежден администрацией Архангельской области в 2006 году. За 8 минувших лет награды отмечены более 1400 семей. Счастливые, дружные, сплоченные, так можно сказать о каждой из этих семей. Все они собрались в Малом зале Поморской филармонии для того, чтобы получить специальный диплом для многодетных семей признательность, учрежденный правительством Архангельской области. В этом году премию достоины 133 поморские династии. Большая семья – это великий дар. Высшее счастье, безусловно, огромный ежечасный труд для каждого члена семьи, уверена хранительница домашнего очага Виктория Патракеева. В ее семье трое детей. Старшему Владиславу 13 лет. Средняя дочь Лиза – ученица 4 класса, а самой младшенькой Катюше всего 2 года. Многодетная семья – это популярно, это сейчас современно. И нужно рожать детей, несмотря ни на что, не бояться. Я хочу рассказать, что мне повезло с моими детьми, с моим мужем, просто чтобы остальные брали с нас пример. И действительно, число многодетных семей с каждым годом растет. На сегодняшний день в Архангельской области их уже более 6 тысяч. Специальный диплом «Признательность» и денежная премия – это свидетельство большого уважения к тем, кто возложил на себя огромный труд – возродить исконно русскую традицию многодетной семьи. Инга Швецова, Сергей Минин, «Панорама Севера». Сегодня Всесоюзной пионерской организации имени Ленина исполнилось 92 года. 19 мая – День пионерии, дата, известная многим поколениям советских граждан. Но после распада Союза праздник утратил свое прежнее значение. В настоящее время в России действует большое число детских общественных объединений самых разных видов и форм. Нужны ли сегодня детские организации и какие – об этом в нашем традиционном опросе. Я считаю, что детские организации нужны. Не хватает спортивных кружков для детей, особенно дошкольного возраста. Я считаю, что нужны детские организации, спортивного плана и, может быть, общего развития для дошкольников. Детские организации, конечно же, нужны. Дети могут помогать взрослым, например. Например, ветеранам можно помогать. Детские организации везде нужны, обязательно нужны. Надо организовывать детей, надо давать им что-то, чтобы не слонялись они. А то, что есть в городе, я не очень знаю. Выступить экспертом сегодняшней темы дня мы пригласили координатора детской организации «Юность Архангельска» Ольгу Воронцову. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а как вы считаете, для чего нужны детские организации? Мне кажется, детские организации сейчас очень востребованы и очень нужны. Ведь целое поколение, можно сказать, выросло без должного внимания, без вот этой организации, которая была раньше, без пионерской. И здесь, конечно же, мне кажется, момент западания какой-то возник. Но сейчас у детей есть большая потребность самореализовываться. Им нужно применять свои таланты, им нужно раскрываться. И им, правда, хочется быть полезными. И для этого, мне кажется, и нужны детские организации, чтобы ребята смогли воплотить свои добрые намерения в жизни. Скажите, а чем занимаются дети в вашей организации? Какие акции и мероприятия проходят? В нашей организации ребята занимаются разными делами. Но в основном мы позиционируем себя как организация, занимающаяся социально значимыми делами. Это значит, ребята сами организуют различные акции, которые направлены на помощь определенным группам нашего, группам населения нашего города. Например, у нас есть акция «Забота». Каждую осень ребята организуются в группы и выходят на помощь по уборке дома, предположим, ветеранам, престарелым людям. Поздравляют их с днем пожилого человека. У нас есть и также другие различные акции. Например, «Мы с вами, солдаты России». В рамках этой акции ежегодно наши активисты самостоятельно делают открытки, поздравления для солдат, которые проходят срочную службу в частях Архангельской области. И все эти поздравления, пожелания и письма мы направляем ребятам, которые служат. Ну и приятно отметить, конечно, для них это большая радость. И мы получаем очень много откликов из военных частей и большую благодарность получаем. Понятно. А насколько вообще активно дети принимают в этом участие? И что им вообще дает это по жизни в итоге? Ну, нам кажется, что участвуя в мероприятиях детской организации, ребенок развивается гармонично и всесторонне. Потому что здесь им приходится и общаться, и работать в команде, развивать свои коммуникативные, лидерские навыки, навыки творческие. Ребята сами придумывают мероприятия, сами реализуют их. И мы очень рады, что у нас растет такое будущее поколение, которое будет ответственно относиться к всем своим делам. Ну и, конечно же, которое заботится о родном городе, округе, школе. Ребята, уже сейчас в нашей организации более 6 тысяч, уже почти что мы дошли до рубежа 7 тысяч. Вот сегодня только мы приняли 60 новых отрядов. Ольга, скажите, что необходимо для того, чтобы поступить в организацию юности Архангельской? По сути, необходимо только желание. Если у ребенка одного или целого класса возникло желание, то их классному руководителю необходимо связаться с нами. Штаб детской организации находится на базе Центра дополнительного образования детей «Радуга» и заявить о своем желании. Дальше мы, как координационный центр, помогаем методически, даем всю сопроводительную базу. Это значит, мы проходим вместе с отрядом путь становления. Мы даем им направление, как первые шаги, как сделать первые шаги. Но всего-то нужно желание. И сказать, мы хотим быть отрядом, придумать название, разработать план работы на ближайший хотя бы месяц. А дальше мы уже помогаем с разработкой программы деятельности, плана работы на год. И, конечно же, нужно уже активно включаться с первых дней в мероприятия детской организации. Ольга, спасибо большое. Удачи вам в этом полезном деле. Спасибо. Напомню, гостем нашей сегодняшней рубрики была координатор детской организации «Юность Архангельска» Ольга Воронцова. И сегодня детская организация «Юность Архангельска», как и пионерия, отмечает день рождения. Как юность принимала поздравления с первым юбилеем в нашем сюжете. Основанная в 2009 году по инициативе мэра города Виктора Павленко, за пять лет «Юность Архангельска» превратилась в настоящее содружество детей поморской столицы. Ее отряды, а их более 200, созданы в 59 школах города. Недавно вступил в ряды «Юности» и отряд «Торнадо» из школы номер 70. Мы вступили в организацию, потому что наш класс самый активный, дружный и смелый. Активная и дружная «Юность Архангельска» – постоянный участник всех городских мероприятий. Флэш-мобы, фотомарафоны, патриотические акции. И популярность организации не случайна. Детям нужно именно чувствовать единение со своими такими же друзьями, которые хотят просто не сидеть на месте, а что-то делать, двигать, развивать жизнь вперед. Уже по традиции в день рождения «Юность Архангельска» приняла в свои ряды новых школьников. Церемонию посвящения, повязывание галстука прошли 60 отрядов. То, что у детей в глазах, это не передать. Мы сегодня, повязывая галстуки, разговаривали с малышами. Они говорят, вот у меня дедушка ветеран, у меня бабушка, прабабушка. То есть они все ощущают свою значимость. Город Архангельс, город воинской славы. И у нас эта организация, я думаю, большая будущая. По завершению торжественной линейки в воздух поднялись сотни воздушных шаров символичных цветов российского триколора – красного, белого и синего. Артемий Заварзин, Руслан Симушин, Панорама Севера. Далее в нашем выпуске новостной дайджест. Коротко о самом главном. Далее в нашем выпуске новостной дайджест. 26 мая архангельские городские теплосети начнут расхолаживать системы отопления. Тепло должно быть отключено во всем городе в этот же день до 20 часов. Вслед за этим с 26 по 31 мая начнутся испытания теплосетей от Архангельской ТЭЦ. С 9 июня горожан ждет плановое отключение горячего водоснабжения по утвержденному графику. В это время будут проводиться необходимые ремонтные работы. 17 мая в культурном центре Соломбола Арт состоялся финал фестиваля молодоженов 2014. Пары показали на сцене свои творческие номера, среди которых были представлены хореографические, вокальные и театральные постановки. Все участники были награждены памятными призами и подарками от мэрии Архангельска, а также от спонсоров мероприятия. Победителями фестиваля молодоженов 2014 года стала семья Журавлевых. 16 мая в столице Поморья прошла презентация нового телевизионного канала РЕН-ТВ Архангельск. За полтора месяца удалось собрать профессиональную команду и фактически с нуля запустить телеканал. Каждый вечер на РЕН-ТВ Архангельск выходит полноценный выпуск региональных новостей. В творческих планах канала делать новости 24-3 раза в день, а также создать еженедельную итоговую программу и тематические рубрики. Для ускорения строительства соцжилья в Архангельске необходимы стратегические решения по развитию инфраструктуры. Их принятие находится в компетенции правительства области, которое обладает для этого необходимыми законодательными, финансовыми и тарифными полномочиями. Для финансирования подготовки инфраструктуры для массового строительства соцжилья можно использовать механизм программы развития Архангельска как областного центра. Но вместо этого программа заморожена. И как в случае с дорогами, дополнительные средства на сети для новых домов не получает ни областной центр, а Северодвинск. Сегодня средняя цена квадратного метра нового жилья эконом-класса в столице Поморья составляет 54 тысячи рублей. Федеральные деньги по областной программе расселения аварийного жилья на строительство новых домов город получает из расчета 34,6 тысячи рублей за квадратный метр. Снизить цену квадратного метра можно, финансируя модернизацию коммунальной инфраструктуры в рамках областных целевых программ. Однако в такие программы правительство области Архангельска так и не включило. Отказано городу и в выделении средств для выплат тем, кто желает получить вместо квадратных метров денежную компенсацию. А чтобы расселить все 18 тысяч семей, стоящих в очереди на получение жилья в Архангельске, необходимо не менее 20 миллиардов рублей. Ответа на вопрос, где их взять, у правительства области нет. Минувшие выходные в Архангельск не спал. Причиной бессонницы стала традиционная ночь музеев. В Поморской столице уже в четвертый раз выставочные залы и художественные экспозиции можно было посетить до и после полуночи. Ночь в музее провела и Елена Матвеева. В роскошных интерьерах старинного особняка на набережной гости разгадывают загадки старых полотен. Музейная ночь – самое время, чтобы узнать, например, о том, что художник Константин Маковский явно вдохновлялся шедеврами Рембрандта, когда писал портрет Софьи Тарновской, жены влиятельного украинского мецената. Этажом ниже можно почувствовать себя фарфоровых дел мастером. Все возможно, если вы решили провести ночь в музее. Интересно, красиво, никогда в этом не участвовали, здорово. Да, действительно, очень интересная задумка. Люди не только могут проявить себя здесь, но и посмотреть на искусство. Дружеская усмешка черным углем. Это шаржист Елена Миронова предлагает участникам ночи музеев взглянуть на себя со стороны. Для меня самое главное, чтобы человек улыбался после моей работы. Шарж, как вид искусства, появился еще в средние века. Человек на таком рисунке предстает смешным, но насмешка эта скорее подчеркивает его достоинства. Вот на нашу съемочную группу в музейную ночь появился дружеский шарж. А что, похоже? От шаржа к силуэтному портрету. Обладателем своего мог стать каждый посетитель Марфиного дома. Он впервые распахнул свои двери в музейную ночь. Здесь и школа танцев, и фотомастерская в гостиной 19 века. Пожалуй, вся палитра звуков ночи. Сегодня у нас представлены звуки моды, звуки музыки, звуки вкуса, света. И наши участники, наши посетители, они не только простые зрители, они активные участники. В усадебном доме Плотниковой времена переплелись в музейную ночь. За партами родом из 60-х взрослые люди пером старательно выводят древнерусские буки и веди. Так фантастично, так неожиданно. И, знаете, на самом деле окунаешься, как 20 лет назад. Следуя программе, можно было обойти все интересующие музейные пространства. Кстати, в этом году темой ночи открытых дверей стали «Свет и цвет». А прошла она в шести музеях Архангельска. Я наблюдаю за посетителями уже много лет. И такое у меня ощущение, откуда так много умных, интересных людей. Да они же и были. Но вот они приходят в музей вечером. В музее художественного освоения Арктики той ночью также была своя атмосфера. В каретном сарае звучал джаз. Для тех, кто неравнодушен к живописи, рассказ о писахове-художнике. Большая часть музеев приняла последних посетителей далеко за полночь. Ведь ночь эта была не для того, чтобы спать, а погружаться в прекрасное. Зелена Матвеева, Алексей Шаршов, Панорама Севера. По поем подружки песен. Именно так называется концерт знаменитого фольклорного ансамбля «Церемоночка», концерт которого состоится 20 мая в 18.30 в Архангельском городском культурном центре. На репетиции побывала Елена Гончарова. Особый колорит и неповторимый северного фольклора, отличие от творчества народного самодеятельного ансамбля «Церемоночка», чьим бессменным руководителем и наставником вот уже почти четверть века является заслуженная артистка России Алла Сумарокова. Идея создания ансамбля «Церемоночка» принадлежит самим участницам, самим певуньям ансамбля. Они пришли ко мне прямо домой, ко мне с этой просьбой, чтобы я их научила петь наши северные песни и сделала с ними северный свадебный старинный обряд. Началось все со свадьбы. Тогда, в 1990 году, небольшой самодеятельный коллектив стал давать свои первые выступления на сцене Дома культуры на Сульфаде. Спустя 14 лет «Церемоночка» — это уже лауреата нежрегионального конкурса имени Антонины Колотиловой. «Церемоночка» — это поющий коллектив. Вот «Церемоночка» отличается от всех самодеятельных коллективов нашей области тем, что высокая культура пения в коллективе. И огромное желание петь. И каждая «Церемоночка» — это особая изюминка. Каждая «Церемоночка» может солировать. Каждая «Церемоночка» самодостаточна, вот так скажем. Ни один из концертов не обходится без знаменитых северных частушек — «Церемоночек», которые стали своеобразной визитной карточкой ансамбля. Примите приглашение на наши «Церемоночки». Сейчас в самодеятельном ансамбле «Церемоночка» 14 талантливых артисток. И у каждой из них свой путь к творчеству. Без «Церемоночки» я сейчас вообще жизни не представляю. Когда за столько лет работы нашей совместной, конечно, мы уже сдружились, мы уже стали семьей. И я не представляю без песни вообще жизни. 20 мая в 18.30 церемоночки приглашают в Архангельский городской культурный центр на концерт «Ой, попоем подружки песен». Зрителей ждет интересная программа с участием хореографического ансамбля «Овация», веселые кадриль, хороводы, песни, неповторимые северные частушки и, конечно, сольные выступления заслуженной артистки России Аллы Сумаруковой. Елена Гончарова, Илья Сумаруков, «Панорама Севера». В Архангельске набирает обороты проект «Спортивный двор». При поддержке бизнеса строятся спортивные площадки. Одна из них в Соломболе, где по инициативе компании «Интерстрой» состоялся большой турнир среди дворовых команд по мини-футболу. Организаторы турнира, компания «Интерстрой» и ее руководитель Сергей Дерябин – яркий пример социально-ответственного бизнеса. Предприниматели вложили средства в развитие детско-юношеского футбола, построили площадку, на которой ежедневно гоняют мячик мальчишки и второй год подряд проходят мини-футбольные турниры. Как построили эту площадку, наверное, каждые выходные, каждые будние вечера проводим здесь. Это отлично, потому что это повод собраться всем, выходной день провести за спортом, а не за компьютером. Есть у нас определенные успехи. У нас с конца прошлого года появились женские команды. Ну и, конечно, ребята со всего города присутствуют на наших мероприятиях. Особенно рады, что активно проявляет участие «Маймакса Сульфат». То есть это наш соломбальский такой хуст. Инициатива получила поддержку правительства Поморья. Турнир «Соломбальский мяч» в числе первых вошел в областной проект «Спортивный двор». Это проект целой серии турниров для мальчишек и девчонок рядом, в близлежащих площадках во дворах, которые не имеют отношения к профессиональному спорту. О положительной динамике и развитии спорта говорит число заявленных на турнир команд разного возраста – 35. Причем 10 из них играют на чемпионате города по футболу. Виктор Кузнецов, Сергей Минин, «Панорама Севера». В завершении выпуска информация о курсе валют на завтра. По данным Центробанка, на 20 мая доллар США 34 рубля 74 копейки, евро 47 рублей 64 копейки. Здравствуйте! Это прогноз погоды с Юнисом на телеканале ПС. Дарите друг другу улыбки, дарите друг другу любовь, цветы, поздравления, открытки и нежность ласковых снов. И о погоде на 20 мая в Архангельской области. Котлас звучит идеально, вы только послушайте. Плюс 25 – ясно, умеренный ветер и без осадков. В Плесецке плюс 26 утром – ясно, а вот вечером – гроза и сильный ветер. И в Вельске плюс 25 – ветер умеренный и без осадков. И о погоде в Эй-Сити. Утром – грандиозное действо. Плюс 20 на термометрах, пасмурно, дождь, гроза, как стих. Днем все менее помпезная температура воздуха, плюс 27 – малооблачно и без осадков. А вечером снова небесные симфонии. И пусть температура воздуха всего 18 градусов, на небе облачно, дождь и гроза. И песня. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, Трут со спиной медведи, а земную ось. Мимо бегут столетия, спят подо льдом моря, Трут со спиной медведи, вертится земля. До встречи на телеканале ПС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова